Россия – страна с уникальной гастрономической культурой, в каждом регионе есть свои самобытные продукты. Каждый хоть раз в жизни пробовал тульский пряник и знает, что Вологда знаменита своим маслом, а Ямал – олениной. Но есть в регионах и другие бренды, о которых пока еще мало кто знает. История всем знакомого петушка на палочке насчитывает более 500 лет. В России даже есть специальный праздник – День леденцовых петушков. Проводится он в феврале 20-го числа. Мало кто знает, но история этого лакомства ведет свое начало из Рязанского уезда. И связана она с довольно романтичными обстоятельствами. В 1837 году в Рязань приехал цесаревич Александр. Старались подготовиться к его приезду все, но больше других угодил сахаровар Николай Шишков. Он изобрел к приезду цесаревича сахарный леденец. Леденец был сделан из сахара. И Александр попросил у нашего Николая Петровича, так как ему леденец очень понравился, сделать ему еще две корзины подобных леденцов. Одна большая корзина, одна маленькая получилась. Большую корзину нужно было отправить матушке императрице Александре Федоровне. А вот маленькая корзина, она должна была попасть в руки девушки, в которую Александр тогда был очень-очень влюблен. Корзины перепутали. Маленькая со страстным любовным письмом попала в руки матери цесаревича. И та не допустила дальнейшего развития чувств наследника с незнатной фрейлиной Ольгой Калиновской из польского рода. Леденцы-разлучники, между тем, понравились при дворе. И с тех пор Рязанский уезд готовил их в промышленных масштабах, поставляя ко двору. В наши дни старинная рецептура попала в руки рязанского предпринимателя в результате мистического случая. Сложенный рукописный листок с рецептом оказался в старинной книге, которую директор музея приобрел однажды в антикварной лавке. Выяснилось, что это тот самый рецепт, который использовал Николай Шишков 200 лет назад. Сейчас технологии те же, а сам процесс похож на волшебство и напоминает каждому о детстве. Ну и последний продукт, который мы с вами добавляем в наш состав, это цветочный мед. Николай Петрович Шишков в свои леденцы добавлял исключительно цветочный мед, потому что он считал его самым подходящим. Прекрасный цвет получается, замечательный, золотистый, какой замечательный аромат. Но мед, конечно, в леденцы добавляли не только для красоты, для аромата. Мед является природным консервантом. Эти конфеты готовили в виде фигурок животных, птиц и деревьев, но больше всего было именно петушков. Ведь на Руси эта птица всегда считалась символом жизни и плодородия. А берег в виде петуха отгонял нечистые силы и защищал хозяина от всяческих напастей. Рязанский леденец по сей день изготавливается по старинному рецепту и исключительно вручную. Поэтому и получается он особенным. Рязанский петушок на палочке вполне мог бы стать тем самым вкусным сувениром, который гости из других городов и даже стран довезут в качестве сувенира своим близким. И там далеко эта солнечная ароматная конфета напомнит о Рязани. Порядка 50 акварельных работ приехали в Рязань из Германии. Творческое объединение семьи художниц запечатлело образы католических и православных храмов, которые аутентично вписались в архитектуру Европы. Природные, архитектурные и городские акварельные пейзажи. Новая экспозиция творческого объединения «Кунст-18» выполнена в одной технике. Художники отказались от индивидуальности в своих работах и акцентировали внимание зрителя на объединяющей роли русской православной церкви. Акварельная выставка, она самая нежная, она самая легкая. И наши группы, наши дамы очень любят путешествовать, как на велосипедах, так и пешком, на поезде, на машине. И мы были поражены, как православные храмы органично, органично вписываются в природу, в культуру всей Европы. На выставке представлены и католические сооружения. Связано это с тем, что не все православные приходы в Европе могут позволить себе свое помещение. Однако самое главное для духовного человека – это искренняя вера в Бога и желание найти свой путь к храму, рассказывают художники. Ведь в каждой из этих церквей звучат молитвы и проповеди на русском языке. Кстати, выставку по достоинству оценили и представители рязанского духовенства. На мой взгляд, это не только чудесная выставка с точки зрения живописи, но и она очень важная с точки зрения нашей духовной жизни, потому что здесь отражение храмов, отражение церковной жизни православных христиан Западной Европы. И это отражение конкретных людей, конкретных православных христиан, с которыми мы близки, потому что мы вместе составляем единую православную церковь. Очаги православной веры в Европе напоминают о родине каждому, кто по разным причинам эмигрировал из России, но по-прежнему считает себя патриотом Отечества. Кстати, творческое объединение «Кунст-18» регулярно организуют в Германии выставки и фестивали, которые знакомят европейскую публику с традициями русского художественного искусства и литературы. «Путь к храму» – это выставка, которая объединяет любовь к России и бывших соотечественников в единое целое и знакомят с ней каждого зрителя. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Никогда не поздно для мечты. Об этом наш следующий материал. А еще о том, как людей разных возрастов и профессий объединили занятия с живописью. Кисть бегает по холсту, палитра переливается самыми невероятными оттенками. В этом зале идет занятие по живописи. Не для детей и не для тех, кто собирается поступать в художественное училище. На уроке взрослые люди – бухгалтеры, учителя и люди самых разных профессий, чья жизнь, казалось бы, никак не связана с живописью. Профессия я закончила радиотехнический институт. Тогда он назывался институт. Работала, конечно, по профессии, по специальности много лет. Вот, ну, теперь вот на пенсии имею возможность заниматься тем, что нравится для души. Для этих художниц все началось больше 15 лет назад. Из-за студии рисовать это просто под руководством Ирины Быстровой только начинала свой путь. Сегодня это уже большой клуб единомышленников и даже друзей. А бессменный наставник, вдохновитель, учитель Ирина Быстрова неизменно с ними. Ирина Геннадьевна – это наш все. Это человек, который объединяет нас всех, который уже не просто нам педагог. Это уже и друг, и советчик, к которому можно обращаться по любым поводам. И практически мы, можно сказать, что сдружились уже коллективно за столько лет. И хотя у каждой здесь своя история, все они начинали с нуля. То есть совсем не умели рисовать. Глядя на уже готовые полотна, поверить в это действительно сложно. Этим женщинам не страшно пробовать новое. Бросаться в омут с головой и так чувствовать вкус жизни. Увлечений много. От жадности хватаешься за все. Это значит, надо все попробовать. И куклы-мотанки, и из глины слепить, и мозаику сделать, и игрушки вязанные, и прочее, прочее. Все. И живопись по шерсти. Некоторые занялись делом по сердцу с выходом на пенсию, когда свободного времени стало чуть больше. А кто-то кардинально развернул свою жизнь и сменил род деятельности. Профессия бухгалтера. Потом захотелось помогать детям. Занялась логопедией. А после уже пришло вот это вот творчество. После 30-ти как бы все поменялось и стал творческим человеком. Здесь приходят взрослые, которые когда-то мечтали, но не сложилось, например. Не сложилось там. Или в художественную школу не отдали родителей. Тогда это было сложно, потому что действие с возрастом. Раньше одна художественная школа была на весь город первая. Это сейчас у нас в каждом районе много художественных школ. Или же это просто была какая-то мечта. Или вдруг хочется дома повесить какую-то картину. Ходишь и ищешь, ее не находишь. В конечном итоге надо что-то сделать. Сейчас занятия проходят в светлой, просторной студии «Винсент», которую, кстати, основала ученица Ирина Быстрова и Наталья Кравцова. Приходят новые желающие, появляются новые таланты. Неизменным остается одно – атмосфера творчества, радости и добра. И настоящие шедевры – кисти женщин, которые смогли. Напомню, что партнером нашего выпуска является Рязанский театр драмы. Кстати, сейчас здесь проходит премьерный показ нового спектакля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова